Привет, гуру! Добро пожаловать в очередной эпизод. Я только что смотрел Топ Гир в кинотеатре. Ну, здесь не только кинотеатр, конечно, это такой развлекательный центр. Видите, здесь как бы зима, лыжи, кинотеатр. В общем, очень эпично. Но подпишитесь на канал, где уже 75 тысяч подписчиков, поставьте лайк. Топ Гир — это очень интересная была история, мне очень понравилась. Но давайте теперь перейдем к техническому анализу по битку. У биткоина был сегодня большой пролив, но также случился и хороший отскок на хороших объемах. Посмотрите, вот в этой свече было куплено 26, почти 27 тысяч биткоинов. А это часовая свеча. Стохастик сейчас находится в зоне перекупленности. Посмотрим на четырехчасовой таймфрейм. Здесь стохастик пытается выйти вверх. RSI также направляется вверх. Сквизмоментум пытается перейти в зеленую зону. Но, возможно, мы увидим продолжение этого восходящего движения. Возможно, биток снова заберется в этот канал легендарный, в котором он сидит уже второй месяц. Ему, конечно, сложно будет пройти сквозь это сопротивление, но вот V-образное восстановление здесь есть на графике. И здесь я бы, конечно, ожидал, что биткоин все-таки пройдет этот уровень сопротивления, выйдет в канал, оттолкнется от нижней границы канала и пойдет вверх к верхней границе канала, соответственно. Но тут, конечно, не так все однозначно. Давайте сейчас сделаем другой масштаб этого графика. И вот вы видите здесь нисходящее движение по биткоину. И если вы можете видеть, как раз идет пересечение этой трендовой линии на недельном уровне сопротивления. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным и следить за развитием событий. Если биток действительно выйдет за эту трендовую, то он может пройти, конечно, выше. Но, честно говоря, я бы не заходил здесь все-таки в лонг. Давайте посмотрим на часовой таймфрейм снова. Стохастик находится в зоне перекупленности сейчас. RSI также находится в зоне перекупленности. Перейдем теперь на четырехчасовой график. Биткоин находится под лентой скользящих средних. И по профилю объемов мы видим очень большое количество ордеров выше текущих уровней, начиная с 29 тысяч долларов. Криптогуру-бот дает сигнал на продажу. Биткоин-индикатор-бот давал сигнал на покупку. Но не знаю, насколько верный был этот сигнал. Я бы в лонг здесь все-таки не заходил сейчас. Если попробовать заходить в лонг, то только после уровня 29 тысяч 700 долларов, если биткоин выйдет, так и выше. Но там тоже есть опасность, что биток оттолкнется от трендовой линии и пойдет вниз. То есть ситуация здесь крайне неоднозначная. Если вы помните, в своем прошлом видео я открывал сделку в шорт по биткоину, но направление изменилось, и моя сделка была закрыта по стоп-лоссу. Я оставил там очень короткий стоп-лосс, ну и потерял в итоге примерно 50 долларов на этой сделке. Я думаю, что в этой ситуации имеет смысл заходить в лонг, только если мы увидим подтверждение восходящего движения, если, например, биткоин выйдет за эту трендовую линию. Тогда может произойти такая история, что биткоин дойдет до верхней границы канала, затем потестит трендовую, и затем может выйти вверх. В принципе, в своих прошлых видео я говорил о том, что биткоин может проявить какое-то серьезное движение именно 12 апреля, и это случилось. Единственное, что я с направлением не угадал, биткоин все-таки вышел вниз. Ну что ж, если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Вы можете зарегистрироваться по моей ссылке на криптовалютной бирже Bybit и получить бонус 4800 долларов. Если зарегистрируетесь, заведете на бирже биткоин и начнете торговать. И также вы можете присоединиться к моей команде на турнире по криптотрейдингу с призовым фондом 8 миллионов долларов. Сейчас в мою команду присоединилось уже около 10 или 15 человек. Ну и в принципе любой человек может присоединиться к моей команде, и мы вместе попытаемся выиграть призовой фонд 8 миллионов USDT. А вот, кстати говоря, комментарий, который кто-то оставил под моим видео несколько минут назад. Не гоняйтесь за водопадом. На что я ответил, что это будет новый слоган технического анализа. И вот еще одна интересная штука, интересный чарт. Он показывает нам движение цены биткоина, начиная с 2014 года. И если эта трендовая линия до сих пор будет справедливой, до сих пор она удержится, то следующий отскок произойдет, посмотрите, на уровне 19 тысяч 800 долларов 1 августа 2022 года. И я вполне соглашусь с этой теорией, что такое возможно. Ну и перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня сейчас 182 тысячи 400 долларов. USDT на 110 тысяч 100 долларов. Биткоин на 10 тысяч 500 долларов. Бит на 4890 долларов. Бит сегодня гораздо сильнее проливался, сейчас немного отвоевал позиции. Ну и моя сделка в шорт, которую я открывал в прошлом видео, она закрылась по стоп-лоссу, и я потерял там примерно 50 долларов. Ну, возможно, чуть больше. Посмотрим теперь на мой торговый аккаунт на Binance. Здесь у меня 319 тысяч 980 долларов. USDT на 185 тысяч 100 долларов. USDT на 101 тысяч 900. Один биток у меня сейчас, который стоит 28 штук. И также два ордера на покупку биткоина у меня стоят на 19 тысяч и на 24 тысячи долларов. Но давайте опять вернемся на график и посмотрим, где можно было бы открыть сделку. Если биткоин вернется таки в канал и пройдет сквозь трендовую линию, выйдет выше, вот там можно было бы открывать лонг на вот этой недельной поддержке. Стоп-лосс поставить под нижнюю границу канала. И теперь осталось подумать, куда поставить тейк профит. Если биткоин действительно покажет такое движение, то там он может пролететь очень хорошо на этой инерции. Давайте еще раз посмотрим на этот нисходящий тренд, который сформировался еще с апреля. И если биткоин действительно пробьет эту трендовую, то там может случиться очень хорошее движение вверх. Для любителей острых ощущений можно было бы зайти в шорт, также на текущих позициях, в расчете на то, что биткоин не преодолеет ближайшее сопротивление и пойдет вниз. Тогда он может уйти ниже на 26500, возможно. Но либо он может пойти все-таки вверх и пробить трендовую линию. В общем, сейчас на рынке нужно быть очень аккуратным. В общем, это мое мнение по текущему положению дел на рынке. И, ребят, не забывайте, что если вы подписаны на канал, постоянно лайкаете и оставляете комментарии под моими видео, то каждый месяц моя команда выбирает 5 человек, и каждый из них получает по 200 USDT. Я сейчас фокусирую свое внимание на биткоине и на BNB. Стараюсь их закупать и буду это делать, расставлять ордера по мере того, как они опускаются в цене. По биткоину я расставляю ордера на 24 тысячи долларов, на 19 тысяч. У меня есть пару миллионов на то, чтобы закупать эти активы, и я готовлюсь это делать. Но на текущих позициях я все-таки был бы осторожен в сделках. Сейчас очень опасная ситуация на рынке и довольно непредсказуемая. В любом случае не рекомендую заходить в сделку на всю котлету. Я лично выделяю только 1% от своего капитала в день на все свои сделки. Потому что если вы сейчас, допустим, зайдете на всю котлету, и биткоин уйдет на 19 тысяч долларов, то вы можете очень много потерять и уже не сможете перезайти. Будет нечем. Ну что ж, спасибо, что смотрели. С вами был Джеймс, Криптогуру, и увидимся завтра.